О, Павлович, а ты куда это такой намылился, а? Укинулся на танцы? Поеду свою с 8 марта поздравлю. Я вырежу. Привет, дорогим зрителям. Это видео начнется с некоторой интриги, но перед этим я хотел бы поздороваться с нашим постоянным, так сказать, соучастником, с Андреем Улановым. Андрей, привет. Привет, Константин. Кто видел предыдущее видео, посвященное 223-му калибру, наверное, уже улавливает, о чем будет интрига, о привязке наших названий калибров к определенным датам. И сегодня мы планируем опубликовать это видео публично на 8 марта. По устоявшейся американской традиции у них пишется в начале номер месяца, потом даты. И поэтому они шутят и пишут «Happy 308 Day», типа «Счастливого 308 дня». Ну вот, поэтому сегодня мы будем говорить о 308-м Винчестере, об одном из самых массовых калибров. Тут, наверное, не поспоришь. И в наших лучших традициях, наверное, стоит начать немножко с истории вопроса, с того, как появился этот калибр. Ну и, наверное, традиционно, что этому предшествовало, потому что без предыстории непонятно, так сказать, как мы докатились до жизни такой. Тут полностью, так сказать, вот этот вопрос на откуп Андрею, он наш известный историк в этом вопросе. Андрей, с чего бы ты хотел начать? Ну, если так совсем копать корни, то, как обычно, нужно в вопросе об американских калибрах уходить в 19-й век, потому что все, как правило, начиналось примерно там. Но я думаю, что все-таки в 19-й век мы уйдем как-нибудь в другой раз, когда будет большая возможность. А вкратце можно сказать так, что 308-й калибр, как мы его знаем, это результат желания американских военных получить патрон баллистики, их любимого 30-06, о котором мы тоже поговорим в другой раз. Я прошу прощения, Андрей, я думаю, 30-06 напрашивается на 30 июня. Ну, так сказать, следуя этой традиции, поэтому зрители могут предугадать наши обязательные выпуски в будущем. Да, но 30-06, может быть, с него. Давай. Вот, в принципе, основное желание, в принципе, формулировка была, мы хотим патрон с баллистикой 30-06, но с гильзой покороче. Я думаю, что вот тут как раз тебе нужно слово просто, чтобы зрители поняли, зачем вообще нужна была такая возня, чтобы получить практически тот же самый боеприпас, стоила вот эта более короткая гильза таких усилий, которые предприняли американцы по замене основного патрона. Ну, с моей точки зрения, это комбинация все-таки факторов. Здесь есть и техническая, и историческая часть, потому что к любому техническому решению люди приходят на основе какого-то, ну, в общем-то, зачастую, может быть, даже печального опыта. Принципиально, чем более короткая гильза, короткий патрон лучше, они, как правило, лучше работают в системах автоматических. Я в качестве иллюстрации приведу картинку, где для примера будет два калибра. Ну, там, правда, не о 30-06 иллюстрации, а об одном из моих крайних проектов, которым я занимался. Но иллюстрация показательная. В чем? Чем больше у нас соотношение длины боеприпаса к его диаметру, тем сложнее и более плавно нам нужно заводить его в патронник. Это технически. И это не было проблемой, когда создавался 30-06, ну, как известно, 0-06 – это номер года, в котором он был принят. Давайте вообще, в принципе, немножко, я прошу прощения, отступление такое. 30 – это калибр в дюймах, точка 30, ну, либо по-нашему 7-62, те же самые три линии. А 0-06 – это год принятия на вооружение. Так вот, в 906 году, когда он принимался, он изначально разрабатывался для болтовых винтовок. И там это не было таким критичным вопросом. Мы уже знаем историю Второй мировой. Все начали уходить на полуавтоматы, на автоматы. И вот здесь вот эта проблема досылания, она, так сказать, соотношение длины к диаметру, оно уже начинало становиться чувствительным. Ну, на иллюстрации видно. Просто вот для примера, на иллюстрации 350-й Legend, длинный и почти цилиндрический, и 223-й, у которой, заходя, у него там огромный конус, ему легко туда попасть. Вот это, так сказать, техническое объяснение. Ну, а кроме того, ну, естественно, военные всегда хотят… Если про каскоточников мы шутим в духе Фрейда, надо, чтобы длиньше, толще и все время ого-го, то военные хотят дать нам легче, меньше, компактнее, но при этом с такой же эффективностью. Поэтому это вот, так сказать, ну, мой маленький технический экскурс, почему от длинного патрона начали уходить в чему-то поменьше. Хотя, ну, мне кажется, вот ты меня поправь, может быть, мне кажется, в нашей исторической литературе чаще говорят, что 308-й – это была попытка создать промежуточный патрон по-американски. Ну, я, наверное, не соглашусь. Я знаю, что такое мнение есть. Я вообще в этом смысле хочу в очередной раз напомнить, что мы в этом случае пытаемся судить по себе. То есть в России, в СССР все четко. Промежуточный патрон – это тот, который между пистолетными и винтовочными. Пистолетный – это, понятно, патрон ТТ. Винтовочный – это тоже, понятно, наш 7-62х54Р. А вот что говорить в данном случае про американцев? У них есть винтовочный патрон 22 Long Rifle, наш любимый, мелкашечный. У них есть пистолетные патроны с совершенно чудовищной энергией, там, какой-нибудь 500 Magnum. И где у них там будет промежуток – это сам черт на послуге. Ну, тут, мне кажется, промежуточный, может быть, даже не чисто в размере вопрос. А промежуточный – в плане дальности применения. Потому что, ну, понятно, пистолеты, пулеметы – де-факто это максимум 100 метров. Дальше – это стрельба в ту сторону. Винточный – это избыточная энергетика, рассчитанная на стрельбу там в составе целой роты на тысячу с чем-то метров в том числе. А когда бой стал более индивидуальным, эта избыточная энергетика, ну, она, в общем, оказалась никому не нужна. И искали что-то промежуточное по энергетике. Это в советской, так сказать, классификации, в советской системе подхода. И тут надо сказать, что мне кажется не совсем корректным. Американцы, создавая 308-й, не пытались его создать как промежуточный по дальностям. Они как раз пытались, чтобы по баллистике он соответствовал 30.06 максимально. Но при этом был просто полегче, они больше за вес боролись. Потому что если бы следовать вот этой идее промежуточности, ну, у них же был М1 карбайн или патрон-30 карбайн, который как раз к этой нише, наверное, подходил бы больше. Но нет, они как бы не сюда пошли. Его даже патрон-30 карбайн, даже у нас в литературе, поскольку мы с этим оружием и с этим патроном познакомились в годы войны, хотя он как бы не поступал по рензизу, но несколько образцов было закуплено, испытано. И, в принципе, даже можно сказать, что он был одним из прототипов нашего патрона 43-го года. В основном, конечно, ориентировались на немецкий курс патрон, но М1 карбайн имели в виду, и он упоминался в некоторых документах как еще один образец создания промежуточного патрона наших характеристик, только с другой стороны от пистолета. А вот почему американцы вообще не задумывались о промежуточном? Более того, они зарубили фактически несколько проектов именно более промежуточных патронов. Например, тот же британский 280-й, про который тоже можно как-нибудь отдельно говорить. Был еще бельгийский промежуточный патрон. Патрон был очень интересный испанский, он даже не сказал совсем промежуточный, патрон сетми с длиной гильзы 40 миллиметров, он скорее такой почти винтовочный, но более оптимальный. Но, тем не менее, американцы сказали, что нет, когда мы создаем НАТО, все НАТО должно, поскольку вы все равно будете использовать наши боеприпасы, мы самые богатые, самые крутые по производительности, то должен быть наш патрон, и этот патрон должен быть с баллистикой нашего любимого 3006. Андрей, мне кажется, мы немножко забегаем вперед в плане каком. Работы по 308-му, либо, ну, 762 на 51, в Штатах они начались еще раньше, чем попытка унифицировать патрон в НАТО. И я здесь, ну, проводя хоть какой-то ресерч, что мне, так сказать, бросилось в глаза. Готовя предыдущее видео по 223-му, я столкнулся с тем, что там в 50-е годы одновременно проходило сразу несколько параллельных, так сказать, исследований и работ. То есть, с одной стороны был 308-й винчестер, ну, либо 762 на 51, с другой стороны шла программа Сальва, и третья шла программа по малым калибрам в 223-м калибре. У всех у них была одна черта. После Корейской войны они все пытались максимально снизить вес оружия. Вплоть до того, что по 223-му требование было в 6 паундов, но это порядка двух с половиной килограмм. По Сальва там, ну, им позволялось 3 килограмма, что тоже было каком-то сверхъестественным требованием. То есть, мне кажется, переход на 308-й именно у американцев. Это было требование больше по весу, чем по сокращению баллистики. Ну, вот смотри, поскольку ты упомянул о Корейской войне, я думаю, что возьмемся сначала этого момента, прежде чем уйдем в более глубокую историю. Дело в том, что, опять же, когда говорят, почему американцы выбрали для себя этот фактически винтовочный патрон 308, надо понимать, что американцев, в данном случае, опыт Кореи, он закрыл все. Он закрыл опыт войны на Тихом океане, где, в принципе, расстояния на этих островах в джунглях были достаточно небольшими. Он закрыл их опыт в Европе, где они воевали, ну, начиная, в принципе, в Африке с 42-го, но большие бои были именно с 44-го после высадки в Нормандии. На Европейском ТВД, в принципе, тоже сначала в этих нормандских бокажах, потом в Германии, в городах. Там расстояния были достаточно небольшие. И, в принципе, там тоже велась речь, что вот М1 «Карабайн» себя очень неплохо проявил даже в войсках первой линии, что так ли нам нужна эта винтовочная баллистика 30-06. И одним из результатов этих разговоров стало появление М2 «Карабайн», который уже с удлиненным магазином, с автоматическим огнем. Но тут началась Корея. И там сложилось сразу несколько факторов. Во-первых, после того, как все прошлись туда-сюда по Корейскому полуострову, линия фронта стабилизировалась на 58-й параллели. А там местность, не сказать, что совсем ровная, там есть и горы, и холмы, то есть, что можно видеть в фильмах, посвященных этой войне, тем не менее, она открытая, то есть, достаточно большие расстояния. Это пункт раз. Пункт два. Американцы после 45-го года провели не просто демобилизацию, это было вот с такими большими буквами метровыми на плакате демобилизация, когда они просто распустили все, что могли. При этом тоже опытные солдаты с опытом Второй мировой войны, как они вспоминали в начале Кореи, они были обучены хуже, чем они шли в том же 44-м, просто потому что последние пять лет там даже серьезных учений не проводили. Вот это сочетание утери всех полимеров, тренировок плюс масса малообученных солдат, она привела к тому, что на Корейской войне Карабан себя совершенно не показал. Оттуда пошли эти замечательные легенды о том, что он не пробивает китайский ватник. На самом деле, причина была проста, солдаты просто не умели правильно определять дистанцию, не умели пользоваться, там было много на самом деле с этим связанных проблем, даже с более винтовочными калибрами, с тем же Гарандами, но Гаранд СБ-30-06, у него все-таки имела более плоскую траекторию, он больше прощал ошибки этих необученных стрелков, а для СМ-1, особенно ММ-2, когда на американские окопы шли волны китайской пехоты, получалось, что солдатики в ужасе видят миллион прощих на них китайцев. Понятно, что там был не миллион, не надо зрителям меня поправлять, я в данном случае говорю, как это американцы описывают условно, все эти живые волны и так далее. То есть они начинали в них стрелять, расстреливали большую часть боекомплекта, заведомо до того, как китайцы выходили на дальность эффективного огня, и оттуда получались эти легенды, что вот я стреляю-стреляю, а китайцы в ватнике не падают. Так вот, значит, впечатление от фиаско Карабайна было достаточно большим. Собственно, вот если мы говорили о маленьких калибрах, то тут можно вспомнить, что та программа в Абердини, которую вел Густавсон, маленький калибр, высокая скорость, она официально начинала, ну так, я считаю, полулегально, потому что начальство его не одобряло вообще все эти малокалиберные игры, она начиналась как программа увеличения эффективности М2 Карабайна. И это из нее, ну, в основном из нее потом вырос будущий 5.56 НАТО. Но был еще один фактор, кроме вот общего фактора корейской войны, когда американцы вот убедили, что никак нельзя уходить с винтовочной баллистикой 30.06, более личностный. Этот фактор имеет вполне конкретное имя, генерал Рене Стадлер, человек, который, скажем так, у американских историков оружие его имя вызывает очень неоднозначную реакцию. С одной стороны, под его руководством лично были приняты очень многие программы, с другой стороны, они считают, что он, мягко говоря, загубил очень много. И вот у Рене Стадлера был свой собственный опыт, негативный опыт работы с тем, что можно считать промежуточным патроном. Еще будучи молодым офицером, далеко не начальником департамента вооружений, он наблюдал за историей с патроном Федерсом. Значит, тут, наверное, стоит сказать... Извини, Андрей. И тут, ну, это очень хорошая тема, что мы сейчас перейдем, к предыстории. Петерсон, если я не ошибаюсь, это как раз 7 миллиметров при длине гильзы 51. То есть... Да, это фактически токчил. Как-то очень напрашивается аналогия. Да. Ну вот, там получилась следующая история. Надо, я думаю, пояснить немного нашим зрителям, кто такой Петерсон. Это действительно очень талантливый изобретатель. О нем сам Джон Браунинг отзывался очень высоко. Создатель, в принципе, одного из первых, скажем так, автоматических устройств. То есть, когда американская армия пришла на Европейскую, еще первую мировую войну, и выяснилось, что им как-то не хватает чего-нибудь автоматического, потому что у союзников были и Льюисы, были и Шоша, которые, конечно, были плохие пулеметы, но их было очень много. Когда американцы в тот же Шоша попытались переделать вот свой 3006, он оказался еще хуже оригинала, хотя это было сложно добиться, но не сумели. И вот Петерсон предложил очень простое устройство, которое позволяло обычный болтовый спринк превратить некое подобие пистолета-пулемета, то есть просто устройство, которое вставляется в штатную винтовку с такими полупистолетными патронами, солдатик бежит, стреляет в автоматическом огне, если надо, это устройство изымается, и спринк работает как обычная винтовка. А это скорее к тому, что репутация Петерсона на начало 20-х была очень высока, извиняюсь, когда американцы в начале 20-х задумались, что вот мы тут провели кучу опытов с самозарядными винтовками, как-то оно совершенно не взлетает, давайте вот по опыту войны сформулируем новые требования уже к комплексу винтовка-патрон, чтобы получить новую самозарядную винтовку. Петерсон оказался тут как тут, и он предложил здесь на комплекс винтовка-патрон, винтовка, и патрон, который вот нам известен как патрон Петерсона, действительно, он по характеристикам был очень похож на то, что появилось уже сильно после Второй мировой калибр 7,62, диногильзы 50, то есть, ну, действительно, очень похож. А вот дальше началось и... Да. Извини, Андрей, маленькая вставочка. Вообще, вся программа, которая предшествовала калибру 308-й винчестер и 7,62х51, называлась Т-65. И на самом деле там было аж, дай бог памяти, 6 итераций. Т-65, Т-65, И-1, И-2, И-3, ну, и так далее, до И-5. И изначально они тоже не могли определиться на длине гильзы. То есть, первый, просто Т-65 без дополнительных индексов, имел длину гильзы 47 мм. И-1 уже имел 49 мм. И так, последовательно-последовательно они увеличивались до 51 мм, ну, так сказать, до конечной стадии, во что это превратилось. То есть, это как у нас промежуточным калибром вначале гильза была длиннее, потом ее укорачивали до 39 мм, у американцев тоже они не могли устаканиться, но они шли в сторону, так сказать, увеличения. Ну да, у нас вообще первые гильзы были 41 мм. Ну так, это довольно условно на самом деле, потому что ты видел эти документы по самым первым отстрелам, там еще завод, ну, наша проблема отечественного производства, завод выдавал такой разброс, что одни гильзы были 41 мм, другие 40 мм, некоторые даже в первых партиях были 39 мм. То есть, ну, считалось формально, что первые гильзы это 41 мм, но практически там это все довольно плавало. Интересно, как у них с точностью было? там вообще это все было довольно сложно. Я думаю, тоже можно сделать как-нибудь отдельную передачу, потому что, например, я думаю, что мало кто знает, что самый первый отечественный оружие под промежуточный патрон, оно называлось САК, это был действительно автомат, только не Калашников, совершенно Калашников в тот момент вообще не имел отношения к этому, это был автомат Кузьмищева. Еще один офицер стрелкового полигона, на мой взгляд, незаслуженно забыт, вот его оружие под промежуточным патроном было самым первым из вообще всего, что сделано. И именно на автоматах Кузьмищева испытывались первые партии патронов советских. Ну, это создает нам много отправных точек для последующих видео. Хорошо, Андрей, а мы можем коснуться в принципе истории, раз мы заговорили о Педерсене. Насколько я знаю, переход именно от болтовых винтовок, для которых, собственно, изначально 30-х разрабатывался, к самозарядным, там была целая эпопея в 20-х, 30-х годах, когда на самом деле очень многие страны пытались создать свои самозарядные или автоматические винтовки. У нас как-то традиционно считается, в Советском Союзе считалось, что первая автоматическая винтовка это АВС-36. Американцы об этом не знают, они говорят, что М-1 Гарант первая в мире, тоже 36-го года, но на самом деле еще до них была масса, там, Чехи те же самые были, которые были просто малоизвестны, хотя они тоже участвовали там в Японо-Китайской войне, да, вот что там происходило, вот чтобы, так сказать, зрителям лучше понять и почувствовать, ведь эти винтовки появились не в один день, там целая каша перед этим была. На самом деле, в принципе, разработка самозарядных или автоматических винтовок началась еще в конце девятмайки. Я вырежу. Кстати говоря, вот тут мне напомнило, я когда посещал музей Джона Браунинга в Юте, у них до сих пор стоит, наверное, я думаю, один из самых первых образцов автоматического оружия, именно как винтовки, я не про пулеметы, патент Браунинга это еще 1900-й год на его самозарядный карабин. Именно это модель 8, Ремингтон ее выпускал как Ремингтон модель 8, засветилась она во многих фильмах суровых 30-х, так сказать, годов, там Джонни и Клайд, ой, Бонни и Клайд с этой винтовкой выступали, ну, как бы, и в современных фильмах ФБР, как бы, они там разгуливают именно с этими винтовками. То есть, это еще 1900-й год, черти когда. Ну, окей, извини, возвращаемся вот к 20-м, 30-м. Собственно, можно начать здесь на саранча, собственно, самая известная из ранних самозарядок это винтовка Мандрагона, все ее знают как мексиканскую, на самом деле, хотя Мандрагон, конечно, был мексиканским генералом, мексиканская промышленность бы в жизни ничего такого не потянуло. Заказывали их в Швейцарии. Денег у Мексики хватило только на части винтовок, часть потом выкупили немцы и отдали их своим летчикам. А те винтовки, которые все-таки попали в Мексику, выяснилось, что мало того, что они очень чувствительны к качеству боеприпасов, которые у Мексики были не очень, а чувствительны к качеству солдат. У мексиканских солдат они настолько часто выходили из строя, что те предпочитали более классические маузеры, которые можно дергать со всей силы. Но, как бы то ни было, американцев это насторожило. Америка, конечно, не была такой в виде, как и сейчас, но все равно ощущение, что у Мексики есть самозарядная винтовка на вооружение у нас нет. Это для американских генералов было как-то болезненно неприятно. И американцы тоже начали проводить серию испытаний, то есть испытывался и Мандрагон, и куча опытных винтовок, которыми тоже можно будет делать отдельную передачу. Продолжалось это до Первой мировой войны, их ничего не устроило, ни одна винтовка полный цикл испытаний не прошла, и они решили, что раз не получается ничего подобрать на свободном рынке, давайте в советской комедии вырастим Бабу-Ягу в своем коллективе. Основных кандидатов было два, как я уже сказал, образец Пэдерсона и образец свеженанятого на тот момент инженера Джона Гаранда или Гаранда, нас опять будут зрители поправлять, как правильно эта французская фамилия произносится. Дело в том, что в принципе в тот момент у американских военных была очень сильная традиция именно разрабатывать самостоятельно, она пошла еще со времен гражданской войны, когда они, устав от того зоопарка, который там расплодился в ходе войны, приняли Спринкл и Трапдорс, которым жили практически до конца XIX века, потом кратко пригнили Крак-Йоргес, он оказался тоже неудачный, и пришлось срочно разрабатывать самим Спринкл и патроны, винтовку, в такой спешке, что в итоге долго платили еще немцам за незаконно использованные патенты. И вот тут они тоже решили, что раз все самозарядки, которые нам предлагают со стороны не годится, давайте разработаем с нуля то, что хотим под свой отдельный патрон. Но вот возвращаясь к тому, почему Рене Стадлер в итоге очень скептически относился к идее промежуточного патрона, он наблюдал в динамике историю с патроном Федерс. Дело в том, что сам патрон, как мы сказали, изначально он действительно был очень похож вроде бы на тот, который стал в итоге 308, но по мере испытаний, по мере опытных работ американских военных начали расти аппетит, они говорили, давайте пусть ему давать бронебойности, давайте ему добавим энергии. В общем, в итоге тот патрон Федерсона, который подошел к концу испытаний, он был не совсем тот который начинался, он подрос и в калибре, и в массе, достаточно сказать, что если первые опытные винтовки визала 10, то последние 8. Ну и скажем так, дальше уже сыграло в значительной степени лично самого Федерсона, потому что он решил, что вот я выполнил все требования этих дураков в погонах, вот винтовка уже на финальном этапе конкурса, тут уже от меня ничего не зависит, и поехал продавать ее в Англию, американские военные как-то сказали, а мы не поняли, что это вообще было, где изобретатель, где человек ответственный за винтовку, и вообще у нас тут на складах лежат 36, 30.06 неимоверное количество, на дворе Великой Депрессии, Эд Педерсон еще хочет рейлти-доллар с каждой винтовки, пошел он нафиг, у нас тут есть Джон Гаррент, он что-то нам сделает не худо, в итоге Америка так и не получила ни патрона Педерсона, ни его винтовку, и можно долго спорить, была бы она удачней Гаррента или нет, факт тот, что в какой-то момент ее считали очень перспективно, даже в принципе первые Гарренты, которые Гарант разрабатывал как конкурент Педерсона, они изначально проектировались как раз под этот патрон Педерсона, но именно из-за меняющихся в ходе испытаний требований военных все закончилось тем, что мы знаем. Стадлер эту картину наблюдал со стороны, он как раз отвечал за разработку специальных бронебойных патронов как в 30.06, так и в более крупнокалиберном варианте, я думаю, что ее в подкорке просто где-то засело, что сильно меньше винтовочного патрона создавать смысла нет, потому что получится фигня. тут можно такие мои технические ремарки. С моей точки зрения сам-то патрон Педерсона, он может быть и был интересен, тем более 7-миллиметровый это как раз вот та зона баллистического грааля, как мы шутим, в районе 6,8-7 миллиметров, где очень часто до сих пор идут основные поиски оптимального баллистического решения. Очень интересен был по длине гильзы, потому что гильза укорачивалась, соответственно, в полуавтоматах можно было работать лучше. Технически, с точки зрения патрона, интересно. Что мне не совсем нравится, у Педерсона была очень своеобразная винтовка, то есть это был период, когда еще не устоялись какие-то определенные технические решения, абсолютные, как сейчас, поворотный затвор, например. У Педерсона это был такой, ну я не знаю, так сказать, пистолет парабеллум, переделанный в винтовку. То есть это такое чудо, в котором затвор просто складывался вот так вот. И на сегодня, я думаю, если любой студент профильного вуза принесет такой дипломный проект своему преподавателю, я боюсь, его там забьют просто. Ну там с кучей негатива на эту тему, ненадежности, чувствительности ко всему и так далее. Но в то время не было еще устоявшихся принципов. То есть так было можно. Возможно, одно из условий, как бы негатив по винтовке, в том числе похоронил весь проект, а гарант вышел наверх. Вот интересно, на самом деле, не знаю. С другой стороны, то, что ты, Андрей, говоришь, военные шли в тот момент в сторону пробиваемости и так далее. Дело в том, что у американских военных очень долго было мнение, что автоматический огонь на винтовках не нужен вообще. Это до 50-х годов точно существовало. несколько переломный момент у них был как раз в период конца 40-х, начало 50-х, в том числе с Корейской войной связано, у них проходило испытание винтовка Springfield Т-20. Причем они ее тестировали в разных калибрах и в 30-06, и в альтернативных эксперименталях. Основная фишка, насколько я знаю, ты вот сейчас меня поправишь, они пытались поиграться в том числе понять, что из себя эффективность автоматического огня даст. Ну, тут я тебя поправлю, на самом деле проект Т-20, он начался еще во время Второй мировой, насколько я помню вообще в 42-м году. Основная идея была следующая, давайте, вот у нас есть прекрасный гарант, мы наконец его довели до ума, гарант же в принципе тоже довольно долго доводился, на самом деле если вот сравнивать с СВТ, как любят, фактически гаранда спасло то, что у него было лишних 4 года, надо вот по своим винтов. Первая гаранда это тоже куча проблем с, по-моему, если я правильно помню, с седьмым патронами, вообще с надежностью, то есть там дело дошло до слушаний конгресса, и только вот буквально перед самой войной, в 41-м году появилась модификация, в которой были вылечены детские боли. то есть у токарева этих лет просто не было, СВТ, когда он ее довел по надежности к 44-му году, уже оказалось никому не нужна. Но американцы в тот момент, действительно, они сначала не думали о том, что, чтобы сделать автоматически, но вот по мере вхождения в войну, действительно, у них начало происходить некое просветление на тему, что автоматический вагон как бы нужен, и один бар на отделение это все-таки не совсем то, что нужно в современной войне. И тогда возникла идея, что давайте мы сделаем винтовку, которая будет как гарантно, при этом заменит нам бар. То есть будет иметь 20-патронный магазин и режим автоматического обнения. Именно так началась программа Т-20, с которой в дальнейшем несколькими итерациями через Т-65, о которой ты упомянул, выросла в итоге М-14. Окей. Ну, подводя итог, я не знаю, если мы можем подвести итог, подводя итог, Т-65 и 5, Е-5, если так сказать по-славянски, она, по сути, это конечный вариант проекта Т-762 на 51, и именно он превратился в 308-й винчестер. Именно вот в этом виде калибр и был принят вначале в армии США, а позже в первый единый калибр НАТО. Что происходило, может быть, немножко шире, можем мы развернуть, какие были конкуренты у 7,62 на 51 среди европейских производителей? Брит и... Ну и если раз в раз, то самый известный конкурент, который вспоминают раньше всего, это патрон 280 британский, под их оригинальный Bullpup E-M2. Очень удачный патрон по характеристикам, если я правильно помню, примерно соответствующий, сейчас не скажу, я просто то ли к современному Гренделю, то ли к Ридмару, то есть что-то очень похожее на них, с очень хорошей баллистикой, британцы действительно изучили немецкий опыт с патроном, с Волей Свой, это действительно был очень удачный патрон и очень удачная винтовка, она производилась серийно, она даже повоевала в Малайзии, где британцы тогда гоняли прокитайских коммунистических партизан, она очень неплохо проявилась себя на испытаниях в Канаде, когда сравнивались и с Гаррандом, если я правильно помню, что какой-то из американских экспериментальных винтовок, но именно американцы, фактически тот самый Рене Стадлер просто задавили этот проект зародыша, сказав, что во имя будущего НАТО вы должны отказаться от своего, причем там еще получилось очень нехорошо, потому что одним из условий соглашения было то, что британцы отказываются от своего патрона, переходят на FNPAL, но при этом американцы, как и все НАТО, переходят на FNPAL как наиболее удачно, американцы еще раз почесав затылок, сказали, что нет, мы все-таки не будем переходить на FN, у нас есть своя винтовка, которую мы считаем лучше. но там маленькие ремарки на эту тему из моего общения с канадцами, что рассказывают, Канада готова была поменять винтовку, но одно из условий, которые они ставили, они категорически сказали, нам необходимо, чтобы у нас был такой же калибр, такой же боеприпас, как у США, потому что с одной стороны, да, мы находимся вроде бы под британской короной на тот момент, но с другой стороны, в случае какого-то, извините, большого кипиша, с точки зрения логистики, большой брат, который тут рядом, нам важна унификация с ним по калибру. Бриты не могли на тот момент перейти, так сказать, отказались от этого, и, соответственно, Канада решила, ну, раз нет, так нет, значит, мы остаемся на 308-м, и просто будем оснащаться на тот момент фалами или М-14. Поэтому там вопрос логистический такой был, это гораздо более многосторонняя, мне кажется, история, чем просто пришел толстый дядька в орденах и всех задушил. Ну, это действительно отдельная история, думаю, что можно будет как-нибудь рассказать, просто чтобы, опять же, тебе как конструктору был понятен тот бородак, который происходил все это время, когда, все правильно в начале 50-х, стрелковую секцию Абердинского полигона пришел новый начальник, его вот успокоили, что вот, мужик, у тебя на участке все хорошо, тут есть два проекта, один пулемета, который будущий М-62, вот новые винтовки, все хорошо, все прекрасно, тебе несколько месяцев надо будет, чтобы их завести, и все прекрасно. когда он начал разбираться, ну, про пулемет будущую свинью это вообще отдельная история, он выяснил, что нет человека, который бы отвечал за проект винтовки с самого начала, потому что Гарант к тому времени уже уволился, Харви, еще один довольно известный инженер, он делал Т-25, он не имел прямого отношения к будущей М-14, человека, который бы не то, что вел проект сначала до конца, просто отвечал за этот проект полностью, не было, то есть, ты как конструктор можете представить, к чему это привело в плане доводки винтов. Ну, у семи нянек дитя без глаз. Да, то есть, им пришлось изобретать там совершенно фантастические левые схемы, нанимать того же Гаранда через прокладку для консультации, чтобы хоть как-то довести, потому что на был момент, когда сами американцы думали, давайте мы примем бельгийский Фэнфал, который все прекрасно показал, и забросим этот проект, пусть даже в нем вложены уже миллионы долларов, фигня получается. Ну, подводя, может быть, какую-то черту, с принятием 7.62 на 51 в НАТО, ну, американцы, понятно, остались на своем М14, а вот как раз в Европе Фэнфал, в общем-то, так победно шествовал. Он был у бритов, как Л1 винтовка, он был, между прочим, в Германии, но, правда, в Германии он назывался, ну, под своей естественной аббревиатурой, как Г1. Вот мы, многие из наших зрителей, наверное, знают винтовку Г3, это, так сказать, следующая итерация, но первой винтовкой у Бундосфера была как раз Фэнфал, Г1, извините. Не знаю, наверное, на этом этапе историческую часть, мы можем еще что-то добавить, или мы здесь по истории закруглимся? В принципе, я думаю, что можно добавить несколько вещей, во-первых, Фэн просто повезло, если Бриты свой Булпап просто не могли перестроить под американский патрон, Фэн же она тоже сначала делала под свой полипромежуточный патрон, но когда американцы сказали, что нет, вот у нас будет 308-й, бельгийцы сумели переделать Фэн по 308-й, в этом мире она, в этом варианте она стала именно той правой рукой свободного мира, который мы знаем, очень широко здесь надо разошлать по всему миру, и, надо сказать, здесь на большое достижение бельгийского конструктора, поскольку если советское американское оружие поставляло по идеологическим причинам дружесканским режимом, то бельгийцы это была чистая торговля, они свое оружие всегда продавали, причем даже не всем, у тех же немцев, если я правильно помню, они в итоге приняли на вооружение испанскую винтовку, в том числе и потому, что у бельгийцев у них там были какие-то терки с бельгийцами, бельгийцам не хотели отдавать полную лицензию, и то, что Фэн Пауэр получил настолько широкое распространение, это чисто заслуга винтовки, заслуга ее конструкции. Винтовка и продавалась, и производилась, насколько я знаю, в разных местах, в том числе была проблема с невзаимозаменяемостью, винтовок, потому что винтовка одновременно производилась как в мире метрических измерений, так и в странах, которые на тот момент еще придерживались дюймовой системы, и они, так сказать, естественно, были адаптированы немножко под разный инструмент, под разные отверстия и так далее, были невзаимозаменяемыми. Ну, и большую роль, наверное, сыграла, в принципе, позиция Фэн Фауэр вот я много в разных видео говорил уже, и бельгийцы Фэн, и чехи Чезет, это для меня такие хорошие примеры именно оружейного бизнеса, когда компания не может работать на внутреннем рынке только, а понимает это как бизнес международный и продает по всему миру очень эффективно. С точки зрения бизнес-кейса молодцы, конечно. Окей, да, еще, Андрей. Ну, вот еще, если опять же, давай вернемся к истории патрона. Дело в том, что, ну, одни корни мы его упомянули, сейчас можно немножко опять вернуться в конец 19 века, понять, откуда появились патроны первых из американских самозарядок. Одну из них комплимент Ремингсон модель 8. Были еще самозарядки винчестера, так называемая серия винчестер селфлогин. Вот, а в принципе ноги у них растут из знаменитых американских леверов винтовок совершенно перезарядки. И вот тут, я думаю, будет уместно как-то строить нашу видеосхему этой работы, потому что для леверов тоже очень важна длина гильзы, там подающийся механизм, он тоже очень любит короткие гильзы. Браунин, конечно, это обошел на 95-м, но там, во-первых, он был гений, во-вторых, он довольно своеобычный механизм, а стандартная рычажная винтовка, она любит короткие гильзы с тупым патроном, чтобы не воспламенять патрон в подвольном механизме, и в принципе первые патроны американских самозарядок, они вылезли от патрона с этим самым левером. Первым были именно винчестеры, это в серии патронов, самый известный патрон, это, если я правильно помню, 351, он так и называется винчестер селф-флоу-1, очень удачный патрон, с которым охотились на оленей, более того, есть сведения, что именно этот патрон мог стать первым советским промежуточным патроном, потому что есть информация, что в начале 20-х нескольким тулским конструкторам было выдано задача на конструирование пистолета-пулемета под этот патрон. Если бы история повернулась как-то иначе, СССР мог бы получить свой автомат уже в середине 20-х. Если бы история и сослагательное наклонение. Маленькая ремарка об истории. Вообще говоря, первое автоматическое оружие, вообще первое в истории среди винтовок, я не беру вот эти гатлинги мясорубки. Эта модель, она до сих пор присутствует, сохранена в музее Браунинга, когда история звучит следующим образом. Стрелял он с братьями на открытом стрельбище где-то там в поле. И в то время у него уже в голове крутилась идея, где бы взять энергию, какой-то создать привод, который бы перезаряжал систему. И он искал эту энергию. И тут в какой-то момент, когда один из его братьев стрелял, он увидел, как после выхлопа трава перед дульной частью наклоняется, стелется вот этот удар. И первая система выглядела безумно примитивно. Просто впереди, перед дульным срезом поставили парус, который рычагом связали с lever action. И тем самым, так сказать, вот этот удар газов по этой лопатке приводил к перезаряжанию рычага. Этот образец есть в музее, я приведу здесь его изображение. Ну, я боюсь, мы совсем ушли в историю. Ну, не совсем. На самом деле, я сейчас вернусь обратно к 308 очень простым способом. То есть, как я уже сказал, что, несмотря на то, что американские военные с самозарядками в тот момент возились довольно долго, на коммерческом рынке первые самозарядные винтовки американских конструкторов появились фактически уже в начале века и к 20-м годам уже были достаточно хорошо распространены. Кто сам вспомнил эту погоню с Боной и Клайдом, тут, я думаю, можно просто показать сцены из последнего фильма, там видно какую арсенал у полицейских, которые за ними охотились. Там был, в частности, кольтмонитор, это гражданский вариант Бара и Ремингтон модель 8 и еще другие винтовки. Ну вот остановимся на конкуренции винчестера и Ремингтона. Винчестер был первым со своим специальным патроном, он захватил значительную часть рынка, потому что многим охотникам понравилась идея самозарядной винтовки, из которой можно быстро сделать несколько выстрел по оленю. И Ремингтона надо было им чем-то ответить. Они обратили к Джону Браунинг, он сделаем эту модель 8, но кроме удачной винтовки требовался еще удачный патрон. И вот тут на сцену вышел патрон, который известен как 300 Сэвэдж. Это патрон, который тоже был создан изначально для левера. В любом случае, это был удачный патрон, очень удачный баллистик, он не дотягивал до армейского 3006, но чуть-чуть. А так получилось, что патрон с очень хорошей практически винтовочной баллистикой, работает самозарядной винтовки, естественно, и охотникам, и рядовым стрелкам, и правоохранительным органам, эта идея очень понравилась. и в итоге, когда из-за работ над автоматическим сначала Т-20, затем над другими вариантами уже военные пришли к выводу, что нам нужно укорачивать гильзу, нам нужен новый патрон, за основу был взят именно 300 Сэвич. Окей, То есть тут я думаю, что можно просто порадоваться, удивиться именно американскому подходу с огромным количеством вариантов на гражданском рынке. Понятно, что далеко не все можно взять так и пустить военное дело, хотя и такое бывало иногда. Но тот факт, что когда их военные начинают чем-то интересоваться, как правило, у них уже есть какие-то наработки, на которые они могут опереться. окей, что с историей, закругляемся? Я думаю, да, с историей закругляемся. Давай теперь слово тебе. Я думаю, что очень стоит рассказать, чем же именно замечательный 308, почему он до сих пор на коне. Хорошо, это вторая, наверное, большая часть нашего видео. Окей, тогда дальше продолжаем уже про техническую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова